Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашки Ильич Анна. И мы говорим на такую тему, как посев фасоли. Какие особенности и тонкости данного процесса. Первое, на что следует обратить внимание, это выбор подходящего сорта. Для того, чтобы не запутаться в большом разнообразии существующих сортов и предложений, необходимо помнить следующее. Фасоль делится на две основные группы по назначению. Это фасоль овощная, она по-другому может называться спаржевая. Когда мы употребляем бобы, замораживаем их, консервируем, готовим из них различные гарниры. И фасоль зерновая. Это та фасоль, которая более продолжительное время вегетирует на участках, которую мы собираем, как правило, осенью, досушиваем, вылущиваем. И уже сухие семена, оно же зерно, употребляем в качестве самостоятельных блюд и различных консерваций. Помимо этого, есть переходный тип, который называется фасоль универсального назначения. Это когда фасоль овощная в режиме технической спелости нами употребляется в виде бобов. И по мере того, как она дальше созревает, она формирует полноценные семена, которые спокойно можно также досушить, доработать и легко, без особых усилий, вымолотить или вылущить. После того, как вы определились с той фасолью, которую предпочтительно хотели бы вырастить у себя на участке, следует обратить внимание на форму куста. Это тоже немаловажный аспект выращивания фасоли. Существуют три основные формы куста. Это фасоль кустовая, фасоль с завивающейся верхушкой и фасоль вьющейся. Самое легкое выращивание, это, конечно же, фасоль кустового характера. Как правило, высота растений составляет от 25 до 45 сантиметров. Такую фасоль несложно выращивать и затем несложно убирать. Фасоль с завивающейся верхушкой, соответственно, будет чуть выше по росту. Это 60-70 сантиметров. Она будет формировать полноценный куст, но затем ее верхние плети будут немножко подвиваться. И, наверное, не менее любимая, декоративная, даже зачастую фасоль, это фасоль вьющейся. Как правило, у нее зерно формируется более крупное по сравнению с кустовыми формами фасоли. Она менее требовательна к уходу и плодоносит на протяжении всего вегетационного периода. Третье, на что стоит обратить внимание, это сроки созревания фасоли, которых существует 6. От ультраранних до позднеспелых. В среднем разница между ультраранними и позднеспелыми составляет около месяца. Поэтому, если вы любитель такого белкового овоща, как фасоль, имеет смысл высевать у себя на участках как минимум фасоль трех сроков созревания, чтобы добиться постоянного и постепенного попадания этого овоща на стол. Переходя к особенностям высева фасоли, необходимо вспомнить, что фасоль является крайне требовательна к свету. Поэтому четвертым пунктом данного видео будет являться подбор на своем участке освещенных мест. Пятое и немаловажное, это требования фасоли к теплу. Фасоль относится к теплолюбивым культурам. Для активного прорастания семян необходима температура в почве не ниже 10 градусов, 10-12. Поэтому, когда мы высеваем фасоль рано, высеваем фасоль в холодное время, или наступают возвратные заморозки, наблюдается похолодание, то фасоль, как правило, будет сходить плохо или того хуже, совсем останется загнивать в почве. Ты устал? Нет! Потому что загнивание в почве – это такой трагический процесс. Когда температура снижается до плюс 5, стремится к нулю, то физиологические процессы у растений фасоли приостанавливаются, удлиняется вегетационный период и, соответственно, снижается урожайность. Поэтому не спешим с высевом фасоли в открытый грунт. Как правило, осуществляем эту процедуру в 20-х числах мая. Шестой пункт высева фасоли относится к требованию данной культуры к плодородию почвы и к ее структуре. Фасоль относится к тем овощам, которые выносят свои семядоли на поверхность почвы. Поэтому, когда у нас почва тяжелая, плотная, плохо структурированная, когда формируется корка после дождя, семядоли обламываются и всходы погибают. По этой причине, если у вас сложная плотная почва, имеет смысл присыпать семена фасоли какими-нибудь более рыхлыми грунтами, например, биогумусом. Седьмой и заключительный пункт высева фасоли – это схема выращивания данного овоща. Если у нас фасоль кустовая, то наиболее оптимальная схема высева фасоли – это 45 на 8 сантиметров. Также допускается 60 на 6 и 70 на 5 сантиметров. А, про заделку семян забыла сказать. А, сказал, что это седьмой и заключительный. И не забывайте, что фасоль не следует глубоко заделывать в почву. Оптимальная глубина заделки – это 3-5 сантиметров. Надеюсь, с помощью этого видео вы своевременно и правильно высеете фасоль и получите превосходный урожай. Всего вам хорошего. Оставайтесь на канале Процветок и до новых встреч!